Ну что ж, всем привет, друзья! У нас автомобильный блог, к сожалению, но что поделать? Кому не нравится, переключайтесь, а кому нравится, смотрите, много времени вашего не займу. Смотрите, сейчас вот вспомнил такой еще один вопрос. Сколько нужно денег для нормальной жизни в Греции? Как я могу вам ответить на этот вопрос? Чем больше, тем лучше. Каждая семья пушает по-разному и запросы у всех разные. Значит, почему чем больше, тем лучше? Смотрите, вот такой вот нюанс. Сейчас я вам вставлю кусочек видео. Пришла в Греции зима и проблемы тоже. Затроил двигатель. Весело, да? Минус 5 у нас. И машина меня бросила. Троит двигатель. Поеду на СТО. Пиздец. А как понять, что он затроил? Вон, чек горит постоянно. Обороты нестабильные, и машина не едет. Трусится двигатель. Коробку, если возьмете, она тоже чувствуется, что ходит вот так вот. Ой, весело, весело. Как на работу ездить будем? Будем на скутере ездить. Вон люди ездят. Будем мерзнуть. Малышка нас подвела. Обороты падают до 7 тысяч. Почти глохнет. Значит, затроил двигатель, да? На секундочку. 150 евро просто. Просто на машину. Просто на маленькие. Ну, благо, хорошо, что СТО у меня есть. Там ребята с пониманием. Я приехал, меня взяли без очереди. Я говорю, ребята, холодно. Автомобиль нужен. Надо сделать. И мне на протяжении там полутора часов все поменяли. И все. Я уехал на колесах. Значит, вот таких вот нюансов. Зубная боль. Простыли вы. Какой-то выезд в какой-то парк. Вы знаете, что на набережную сходить просто прогуляться, попить кофе, это как минимум 20 евро выходит. 20 евро, да? И не удивляйтесь, потому что на параллель, на набережной кофе стоит 3,50-4 евро. Вот ты 2-3 кофе купил, это евро 12 выходит, да? Если вы с ребенком, я говорю, за ситуацию с детьми, какую-то булочку, какую-то теропитку взять, сок, вот тебе двадцатка просто улетает. И поэтому сделать выводы, сколько именно надо денег, да? Чтобы для комфортной жизни, чем больше, тем лучше. Ну, приблизительно рассчитывайте на 2 тысячи. 2 тысячи у вас есть, значит, вы себя чувствуете хорошо, нормально, уверенно в стране. Вы не боитесь о завтрашнем дне, что если у вас что-то поломается, то вам придется где-то бегать, одалживать, занимать займы где-то, вот, и тому подобное. То есть таких ситуаций, я же говорю, очень много. И рассчитывайте на 2-шечку. 2-шечка, мне кажется, это будет самый-самый класс. Ну, а с вами была Солнечная Греция. Мы топим на работу. До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok